И всем привет ребят, с вами MrBakers, я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике И сегодня вместе с вами мы тестируем новое интересное устройство, которое изменилось за последнее время неоднократно в нашем балансе Но которое, как мне сказали, показывает очень хорошие результаты в матчмейкинге на сегодняшний день Это устройство на пушку рельса, дестабилизация снаряда, попробуем его реализовать Давным-давно я уже не играл на этой рулетке рандомные рельсы Ну и посмотрим, как она себя сегодня проявит Ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком Не забывайте подписываться на этот канал Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 2 миллиона, на 3 даже миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов Для этого у нас только игры в аккаунтике установите ему личный такт, тактимп Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании Ну а мы сыграем на этом всем деле с корпусом Викинг Не буду я здесь ничего придумывать Возьму просто дефолтный Викинг с иммунитетом от Эмми Ну и под это все дело мы возьмем рельсу Рельсу у меня, если XT, о да, шикарно, тогда у нас получается Викинга рельса XT в импульсе Ну и берем то самое заветное устройство, которое называется дестабилизация снаряда Теперь это уже устройство выпадает только лишь из контейнеров с золотого свечения Раньше это устройство продавалось за кристаллы Ну и отправляемся в матчмейкинг Также мы можем быстро зайти и посмотреть на характеристики этого устройства В рамках именно нашей Википедии Ну и что у нас здесь имеется Шанс критического урона повышен на 20% Шанс крита 50% То есть 50% То есть половина выстрелов может быть без крита, половина с критом И также могут быть выстрелы несколько критов подряд Ну и урон у нас в 50% меньше Посмотрим, как это себя проявит По сути, эта рельса должна работать очень жестко по резистам Но по резистам, у которых нету как раз таки броненосца То есть если у них есть броненосец, то урон будет залетать не жесткий А вот если броника нету, то урончик должен быть очень и очень хороший 2000 у нас залетает с первой рельсы Пикинга шафт прожат и пытается меня здесь слить Прострела у меня на нижний ярус Почему-то здесь по нему нету Хотя казалось, что прострельчик должен здесь быть 400 урона у нас залетает То есть рандомная рельса все так же работает, как и раньше С непонятным уроном Так, 400 еще Почему-то пока что криты мне в ряд в хорошем количестве не дает И это, если честно, меня удивляет Пока что не вижу никакой МБ от этого устройства И всю ту информацию, которую мне говорили Пока что не является действительной 2000 урона у нас залетает с еще одного выстрела При том, что я как бы реализую это устройство на кризисе 2900 у нас залетает по оппоненту Рельсу в молочко даем Так, ну и рельсу даем еще по противнику С 1000 уроном уже залетает Пока, если честно, слабоватый урон У крупнокалиберки 100% получше цифры вылетают Но здесь как будто бы как раз таки перезарядка быстрее 800 урона с еще одной тычки Ой-ой-ой, нифига себе, меня быстро кладут здесь в минус Ну и пока что 3 кила за 2 минуты Довольно слабый результат, если честно Пока что не вижу вообще никакой имбы в этом устройстве Да, пока что рандомная рулетка себя показывает очень, я бы даже сказал, плохо Ну и 1000 урона 2 выстрела подряд 2000 урона по харьку с ваншотом Но по сути я такой же урон, если не больше, мог бы Не, ну даже больше, я думаю, что Намного больше, я мог бы наносить урона С крупным калиберным снарядом Когда была бы моя перезарядка просто чуточку-чуточку дольше с разжогом И все А здесь? Ну я не знаю, не вижу я здесь ничего интересного Не вижу, абсолютно не вижу То есть если сравнить с крупным калиберным снарядом То крупный калиберка, наверное, на 2 головы, если не на 3 выше Так, крит залетает по 4000 Неплохо Так, пробуем еще Но сливаем с критом тоже по 3000 Не, ну если криты и будут такие давать То может быть какой-то контентичек у нас и пойдет Да, но без критов Выглядит все пока что грустненько, да 80% овердрайва у меня уже имеется Попробуем увести флаг Попробуем здесь страхануть тиммейта Еще один тиммейт у нас здесь на подборе Обрезка от викинга рельсы Шикарнейшая рельса на 3800 залетает в голову Так, ну и потихоньку начинает критовать все-таки наша рельса Два подряд крита Да, то есть рандом рулетки тут Такой, что где-то тебе может повезти И дать несколько выстрелов подряд критовых А может не давать эти криты от слова совсем Да, поэтому здесь как раз таки и есть вот эта вот рандомность Которая иногда прям жестко тебя может задезморалить А потом ты просто вот так вот в ряд даешь несколько критов И как будто бы это устройство начинает воскресать И давать уже совсем другой результат 2900 залетает без ваншота, к сожалению Так, попытка увоза от противника Даже уже не то, что попытка увоза А уже попытка доставки Прожималову делаем Пытаемся здесь слить оппонентов Раскручиваемся Неплохо раскручиваемся Но меня все равно здесь сливают Но 3 килочка я успел дать Плюс наши тиммейты вернули флаг Соответственно реализация залетела очень и очень неплохая При этом наш тиммейт уже врывает под доставку По хоречку криточек на 2000 залетает По викинга рельсе еще одна тыка на 1000 залетает Пытается он здесь раскрутиться Но мы даем еще ему без крита, к сожалению Еще одну даем только уже с критом На 3800 Вот если на 3800 Вот такие бы если бы залетали всегда Вот тогда бы эта рельса была бы супер сильной Если бы такие бы залетали всегда Но к сожалению такие выстрелы на постоянной основе у нас нельзя 2900 Залетает Чуть-чуть до ваншота не хватает У крупнокалиберки на ваншот хватает Но перезарядка-то быстрее Перезарядка-то на этом устройстве побыстрее будет Так, 17 на 6 Наш счет Ну если сравнивать с началом карты То сейчас уже результат значительно лучше Результат 5800 Вот это уже хорошие цифры Вот сейчас я уже понимаю Почему мне сказали Что это устройство Есть смысл использовать Пока что Начинает Немножечко Уже себя круто проявлять Это устройство 2000 урона еще на добавку Залетает 400 урона Супер мало Резист кстати у противника Но у него я так понимаю Нет броненосца Да и соответственно Соответственно 2900 В голову залетает Вот тебе Разыгровочка Против резиста Вкусная Начинается Так и мы кстати Покатки уже начинаем вести Это очень хорошо 400 урона по шафту Надо ваншот Надо ваншот 2900 Шикарнейшие По викинга Рельсе Залетают И добавка На 400 с миной Хватает урона Чтобы его забрать Так Пробуем сразу Быстро раскрутиться Под увоз Делаем подборчик С увозингом На центр Подавление Залетает От вражеской Рельсы По идее Я первый Здесь на аптеке Забираю ее Пытаюсь Наверное даже Не надо было Под мост Наверное ехать О не под мост Тут она на передачу Передачу конечно бы Мне скорее всего Никто не поднял Но Все равно Была бы больше Возможностей Так Попытка доставки От вражеской Рельсы На кризисе Успею ли я Быстрее Первый на подбор Поворотик Да Есть первый Подборчик У меня Критовая Залетает Даже без ДД Тиммейт Пытается играть Под возврат Возврат Оформляет Ну а мы Пытаемся Быстренько Быстренько Улетать Чуть-чуть Здесь Протягиваем Флажочек Дальше Подбор Будет ли От нашего Тиммейта Да Подбор Будет Нужна Страховочка По хантеру Надо быстро Критовую Шикарную Критовую Плиз Есть 3600 Залетает В голову Делаем Страховкинса Добавляем Еще Тыщенку Так Ну и доставка Попробуем Сейчас Может быть Даже здесь Вжималову Сразу сделать Да Я вижу Здесь Довольно Неплохое Количество Противников Только Вот Рельса У нас Вернее Не рельса Противник Один Прячется За домиком И соответственно Я Ну реализую Овердрайв Крайне Крайне Плохо Только слив Одного Оппонента Если наши Тиммейты Сделают доставку Еще одну То это будет Неплохой Результат Так Тесла возвращает Мы От штока До штока Доставочку Вкуснейшую Тоже делаем 5-2 До конца До конца У нас 5 минут Результат Пока что Очень и очень Хороший Тыщенка Залетает Всего лишь По Резистному Викингу Так Ну и вон Пытается Выпушить Нас Еще одна Тыщенка Крайне мало Добавку Хорошо Сбитие Есть Пытаемся Чутка Поддефать Все это дело Так И 4 лисы У нас Бескрита 4 лисы Бескрита Подряд залетает Попытку Отвоза от Ставка 6 флага Залетает Вот это Камбэчная Конечно Каточка У нас Получается Очень Неплохая К сожалению По магному Здесь я Не попадаю Хантер Вжимает Свой Обердрайв Ваншот Нет Не успел Даже выстрел Дайте по нему 26 на 11 Попытка Утвоза От еще Одного Оппонента Ну и Наверное Я бы сказал Что это Лучшая Рельса Против Резистов Это Лучшая Рельса Против Резистов Единственное Только то Что она Рандомна Она Очень Сильно Рандомна Это Просто Рулетка Конкретная Если бы Такая Рельса Была Без Ну Настолько Большого Рандома Да То Я думаю Что она Намного Больше Пользовалась Б спросом А так Если Например Сравнивать Крупнокалиберку И Дестабилизацию То Она Просто Стабильнее Намного Крупнокалиберка Она намного Стабильней Если сравнивать С этим Устройством Ты точно Знаешь Какой урон У тебя Будет Залетать По Оппоненту И Ты точно Знаешь Что тебе Будет Достаточно Например Там Двух Выстрелов Чтобы Слить Противника Здесь Ты не Знаешь Повезет Тебе Не Повезет Если Повезет Да Ты можешь Слить Противника Ты можешь Реализовать Плюс Очень вкусно Своё Вооружение Но При этом Всё Тебе может Так же Само И не Повезти И будет Три Четыре Выстрела Просто Без крита Как у меня Было В начале Катки Когда я Уже Начал Расстраиваться И думать Боже Что за Дичь Я начал Тут Тестировать А потом Рельса Вдруг По Резам Начинает Наносить Безумно Большое Количество Урона И как раз У того Противника У которого Нету Броненосца Эта рельса Начинает Показывать Настолько Крутые Результаты Пишите Что вы Думаете По поводу Этой Гипер Скоростные Гипер Скоростную Рельсу Являются Лучшими Устройствами Да Поэтому Пишите Все свои Мысли Обязательно Поддержите Данное Видос Лайком Подписывайтесь На канал Если вы Еще вдруг Не подписаны У меня Друзья На этом Все Всем Спасибо За просмотр Всем Удачи И Всем Пока